Сегодня у нас тема позвоночник. Позвоночник это моя любимая тема, потому что начинала я работать именно в нейрохирургическом отделении, где позвоночник я в буквальном смысле шипала своими собственными руками внутри у тела человека. Поэтому про позвоночник знаю побольше некоторых неврологов, которых я очень уважаю, и которые практикующие врачи много лет, но тем не менее я сталкивалась с тем, что я вышедшая после нейрохирургического отделения знала больше, чем какие-то некоторые врачи неврологи, которые как бы ни разу на операциях не стояли. Поэтому о позвоночнике могу рассказать много, и знаю плюсы-минусы рассказов, сказок, мифов, баек про позвоночник, вот этих вот все. Сейчас все будем разбирать. Очень кратко пройдемся по анатомии, чтобы это лишние детали вам не нужны, мы будем загружать. Мой любимый атлас Семельникова, вот наш позвоночник, это его, естественно, изгибы, ну, взгляд в анфас, профиль и сзади вид позвоночника. Состоят из позвонков, соответственно, по разным отделам делятся шейно-грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый, вот, это вот норма. Все позвонки имеют разное строение. Это шейный первый позвонок, атлант на нем, голова у нас вертится, вокруг оси, вокруг зуба второго позвонка. Вот здесь это все видно. Вот второй позвонок, аксис, вот этот зуб, вокруг которого вертится первый позвонок, и, соответственно, вместе с ним голова. За счет этого обеспечивается подвижность нашей головы, за счет позвоночника. Так, здесь уже показан грудной позвонок. Видите, у него очень длинный остистый отросток, и они как черепица накладываются друг на друга. Вот в профиль, как черепица, вот эти длинные позвонки накладываются друг на друга. Это рентгенский снимок шейного позвонка, шейного отдела позвоночника. Вот грудной отдел позвоночника. Мы кратко по анатомии. Вот поясничный отдел. Поясничный отдел имеет самые мощные позвонки, потому что именно на них приходится вся масса тела во время ходьбы, во время положения сидя. Они массивные. Поэтому от шеи к низу, к поясничному отделу позвоночника, форма и увеличивается позвонков, форма становится более массивной, более мощной такой, более короткой, плотной. Видите, остистый отросток короче, и само тело позвонка больше, шире. Вот рентген поясничного отдела позвоночника. Вот тазовые кости. Ну и крестец. Здесь особо рассматривать нечего. Это единая кость. Единая. То есть там уже как бы деления на позвонки нет. Они все срастаются в одну кость. Вот если его распилить пополам, то он вот так выглядит. Между ними нет дисков. Поэтому это сеностоз, то есть единая кость. Так, хопчик. Мы уже не будем смотреть. Так, и я еще хотела... Сейчас посмотрю, где здесь есть. Сейчас, секунду. Тазовые кости. Нижние, верхние. Вот. Вот-вот-вот. Соединение костей. Соединение костей, как они между собой соединяются. Посмотрите, это диски здесь показаны, межпозвонковые. Здесь видно пульпозное ядро и фиброзное кольцо диска. Вот здесь это все. Как располагаются связки между собой. Вот, посмотрите, на этом рисунке видно. Вот диск, связки, покрывающие позвоночный столб, связки между остистыми отростками. Вот как это все выглядит с другой стороны. Ну и, соответственно, где шея. Шейные отделы и как это все крепится к черепу. Это кратко, чтобы вы понимали, о чем речь, что мы сегодня будем разбирать. Если нужно будет, я еще отдельные рисунки вам потом покажу, как это все происходит. Так вот, что самое главное про позвоночник нам нужно решить, нам нужно знать. То, что позвоночник – это ось тела, на которой крепятся, ну, в общем-то, все наши костные структуры и мышцы, которые помогают нам ходить. Прямо хождение. И позвоночник в позвоночнике проходит, соответственно, спинной мозг, из которого, как бы через отдельные окошечки, скажем так, между позвонками, идут спинно-мозговые нервы и распределяются сегментарно по всему туловищу, по всему корпусу. Какие мифы есть у позвоночника про позвоночник? Так что позвоночник там легко сломать, легко его, как это, сдвинуть, смещение позвонков, грыжа диска, грыжа выскочила, поэтому у меня все болит. С этим я очень часто сталкиваюсь на приеме, ну, вот в поликлинике, в клинике, и вот это меня всегда умиляет. Я видела грыжу диска собственными глазами на операциях, и это совершенно не то, что вы видите на томографии, на МРТ. И те, все вот эти мифы, которые рассказываются, ну, про грыжу врачами в поликлиниках, врачами МРТ, КТ-диагностики. Вы вопросы тоже можете свои писать по позвоночнику, и я на них буду отвечать немножко туда ближе к концу, если про время не забуду. Вот. Значит, сломать позвоночник или там сдвинуть его, или сместить очень сложно. Это вы можете проверить самостоятельно, если, конечно, захотите это сделать, потому что это довольно противно проверять. Как это проверить лучше всего. Идете в мясной отдел и смотрите вот эти туши огромные, да, там, ну, барашка или козу какую-нибудь. Я уже в этих отделах давно не была, только когда на футите бегом пробегаю их с закрытыми глазами, потому что смотреть и нюхать это я уже не могу. Вот. Ну, идете, чтобы проверить, и смотрите, какой у них там позвоночник. Например, позвоночник среднего барана или там средней козы примерно соответствует по размеру, ну, почти соответствует размеру человеческому. И вот на этот трупный вот этот материал туши вот этот вот лежит, который берете этот позвоночник и пытаетесь его сместить или сломать руками. Ну, вот как в кино показывают. Ничего у вас не получится. Мало того, это труп, то есть это без сопротивления ткани. На живом организме вот эти вот все ситуации, ну, когда сломать или сместить позвоночник там на мануальной терапии или еще что-то, это невозможно, потому что еще есть тургор тканей и сопротивление тканей, ну, живого организма. Позвоночник там шею скрутить не так просто, как в кино. Пока в кино это показывают всегда в байке и сказке, чтобы люди не знали, как это правильно делать, и, соответственно, чтобы это все не повторилось в жизни, понимаете? Потому что как все любят повторить, как в кино, и, типа, скручу шею. Да и практически нереально это сделать на живом человеке до смертельного исхода. Ну, понятно, что мастера какие-то все это сделают, а обычный человек нет. Вот. Так что касаемо анатомии позвоночника и грыжи диска. Что такое грыжа диска, это самый частый вопрос у меня и на приеме, и вообще от пациентов, что вот у меня грыжу на МРТ нашли, что мне делать доктор, она у меня болит. Значит, смотрите, в позвоночнике грыжа болеть не может. Почему? Сейчас я вам все буду показывать. Вот диск, который находится между двумя телами позвонков. Сейчас я ручку возьму. Я у меня ручку. Между двумя телами позвонков находится диск. Грыжа диска это что? Это когда разрывается фиброзное кольцо и пульпозное ядро, которое как студень, вываливается в позвоночный канал. Вот это называется грыжа диска, истинная. То, что пишут на томографиях у пациента, имеется протрузии, еще страшное слово, все любят вот это, да. У пациента имеется 35 протрузий на всех уровнях позвоночника. Грыжа диска там С5-С6 размером 3 миллиметра выступающая, 3 миллиметра выступающая в позвоночный канал. Или, не дай бог, 6 миллиметров выступающая в поясничном отделе, в позвоночный канал, компримирующая дуральный мешок и там латерализация вправо или влево. Грыжа, настоящая истинная грыжа разрывает, когда разрывается фиброзное кольцо, вы представьте вот эти связки, которые между позвонками, они очень плотные. Вы когда-нибудь, ну наверняка все из нас когда-нибудь ели курицу, и я в том числе. Помните, какие у нее сухожилия на ножках и какой у нее хрящ? Вот примерно такой, и это вареный хрящ там или жареный, а сырой, представьте, какой он сырой. И вот примерно такой консистенции хрящ – это фиброзное кольцо. Разорвать его не так просто. Такое бывает, естественно, я это видела. Но это такие настолько редкие случаи. Вот сколько я работала в нейрохирургии полтора года, именно разрыв фиброзного кольца – это какие-то там проценты единичные из всех операций, которые мы делали. Разрыв кольца – это не такое частое состояние. Чаще всего это травматический разрыв бывает, когда на разрыв идут ткани при травме, при какой-то ДТП, при каких-то спортивных, бывают такие спортивные травмы серьезные. Там и мениски рвутся, и колены рвутся. Естественно, и позвоночник может при ослабленной ситуации… Ого, у нас снег пошел за окном. Ух ты! Вот это осень. При каких-то ослабленных ситуациях может фиброзное кольцо как бы прийти в негодность и разорваться. Соответственно, грыжа… Вот это диск, пульпозное ядро, выскакивает в позвоночный канал. Само пульпозное ядро, оно как студень такое. Тоже соединительная ткань. В самом диске, вот в самом вот этом диске нервных окончаний нет. Болеть он не может. Откуда возникает боль, когда выскакивает грыжа диска? Если грыжа диска находится в определенных положениях и давит на корешок или на синувертебральный нерв, обратный нерв, который от самого позвоночника отходит к самому позвоночнику, чтобы его иннервировать. Вот если эта ситуация происходит, то возникает болевой синдром. Если у вас грыжа диска на позвоночном, на поясничном отделе, например, L5-S1, между пятым поясничным и первым крестцовым, выскочила по средней линии в позвоночный канал, никакой симптоматики особой не будет, потому что там не на что давить. Там находится конский хвост, вот эти корешки, они прекрасно в свободном плавании, как говорится, раздвигаются между этой грыжей диска, и при определенных каких-то положениях тела может возникнуть болевой синдром или какое-то компримирование какого-то корешка. Но постоянной боли, как правило, при серединном положении нет. Иногда смотришь на томографию, там вот такая грыжа диска, гигантская просто, лежит просто в позвоночном канале, и ничего не происходит, у человека никаких жалоб нет. Почему? Потому что компримирование, сжатие вот этих корешков не происходит. Корешки все вокруг располагаются. Когда возникает болевой синдром? Когда грыжет диск? Сейчас покажу на картинке. Так, где здесь лучше будет видно? Вот здесь. Когда возникает болевой синдром? Когда грыжа диска идет не в середину, а между, идет именно в канал, где идет корешок. То есть идет не посередине, а в бок. В бок, латеральная грыжа диска. Там, где идет спинномозговой корешок, который идет либо в руку, это на шейном отделе позвоночника, либо в ногу. Кстати, грыжа дисков чаще всего бывает либо на шее, С5, С6, С6, С7, либо поясничный отдел, Л4, Л5, Л5, С1. Это самые частые локализации. Почему? Ну, с болевым синдромом. Почему? Потому что оттуда корешки идут в ноги, в руки, соответственно. Это идет корешковый, проводниковый тип болей. В других отделах грыжи реже возникают. Почему? Потому что названные отделы самые уязвимые. И самые, как бы, опасные для возникновения вот этой вот болевого синдрома выраженного. Вот. И когда грыжа попадает в то место, где идет корешок, а идет он в узком пространстве, в окошке между двумя отростками, которые идут от позвонка, поперечными отростками, и грыжа вклинивается вот в это отверстие вместе с корешком и вместе с сосудами, то возникает сжатие вот этого корешка. Что-то у меня эфир немного подвис. А, ну, все, вернулся. Возникает сжатие корешка вот этой массой, вот этим хрящом, который лежит в позвоночном канале, в ненадлежащем месте. Сжатие корешка. И возникает болевой синдром проводниковый. Как правило, для грыжи диска именно характерен проводниковый болевой синдром, не локальный. То есть, нет, может быть, естественно, что просто болит спина, и там грыжа диска, но я бы аккуратно очень связывала именно боль просто в спине и грыжу диска. А вот если есть боль в спине, боль в ноге или в руке проводниковой, плюс выпадение нервной функции и грыжа диска, тогда это можно связать. Как раньше люди вообще жили без КТ, без МРТ. А я вам скажу, как жили, они делали миелографию и рентген. Я эти времена застала, когда ещё... Боже мой, я застала времена, когда не было ещё МРТ. И диагностировали грыжу диска по миелографии. Это вводили контрастное вещество, делали лимбальную пункцию. Я это всё сама делала тоже. Вводили амнипак, это красящееся вещество, рентген, контрастное вещество. И делали... Опять что-то виснет эфир. Вводили амнипак, это контрастное вещество, И делали рентгеновский снимок в определенной укладке больного, чтобы вывести на рентген вот эту вот грыжу, вот эту вот позицию человека, когда видно вот именно в разрезе место, где выходит корешок. И на основании этих данных решали, нужна операция или нет. То есть никакой МРТ речи тогда не шло. Потом, когда появился МРТ и стали сплошняком, сплошь и рядом, в любом описании, возьмите описание и почитайте, что там пишут. Грыжа диска у вас, у вас 5 грыж диска. И ко мне приходят пациенты и говорят, у меня нашли 5 грыж, у меня так все болит, вся разваливается спина. Я начинаю смотреть человека, у него нет ни корешковых выпадений, ни корешковых проводниковых расстройств чувствительности нет. Корешок работает нормально, проведение нормально, рефлексы есть, чувствительность есть, трофика не нарушена, силы в мышцах сохранена. И 5 грыж на МРТ описаны. Грыжа там 3 мм, 4 мм, 8 мм грыжа диска. Естественно, я ведь эти ситуации не связываю именно с грыжей, это связано совершенно с другим симптомом. И об этом чаще всего молчат врачи, им выгоднее грыжу диагностировать и послать человека на операцию, за которую он заплатит огромные деньги. И результат, возможно, будет не 100% неудовлетворительный для человека после операции, потому что симптом болевой-то вызван совсем не тем. Итак, смотрите, запомните, по статистике грыжа диска вызывает боль у всех людей с болями в спине и в руках, в ногах. Грыжа диска является причиной боли в 4% случаев. Всё. Из 100 человек с грыжами на МРТ и с симптоматикой какой-то, всего у 4 эту симптоматику вызывает грыжа. У остальных 96 симптоматику вызывает вовсе не грыжа, а миофасциальный болевой синдром. Это совершенно другая ситуация. Что такое миофасциальный болевой синдром? У нас все-все-все... А, кстати, может быть, у меня в этом... В этом атласе у меня, наверное, и есть промышцы. Сейчас покажу. Это первый тон. Там как раз костно-мышечная система. Ну да, здесь есть. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Возьмём руку, например. Везде это то же самое всё. Не важно, рука, нога. Не важно. Вот рука. Видите, беленькая? Это фасция. Вот следующий слой. Видите, в каждом слое своё беленькое. Фасция и связки. Следующий слой. Там 4 слоя мышц. Везде идут вот каналы, связочные каналы. И здесь тоже. Каждая мышца, каждый пучок мышцы. Вот, на разрезе. Видите, белые перемычки? Это рука в разрезе, в поперечном. Каждый мышечный слой, каждая мышца, каждый мышечный пучок находится в своём фасциальном футляре. Вот в этой оболочке, которую вот с курицей вы вот эту вот... Ну, когда курицу едите, вот эту вот ногу, ножку, курину, да? Там мышцы легко разделяются на волокна. Вот между ними вот эти фасции идут. Они позволяют нам легко разделять мышцы на волокна. Потому что иначе легко очень мышцы как бы вдоль по ходу них разделять. А поперёк их очень сложно, как бы, ну, если только резать легко. А кусать там или разрывать поперёк волокон сложно, потому что мешают вот эти фасции, мешают соединить на ткань, мешают. Так вот, вот этот миофасциальный болевой синдром, как он возникает? Существует единая как бы система миофасциальная во всём теле человека. То есть, у нас, естественно, всё связано, и они связаны между собой. Именно поэтому я, когда у нас был марафон по осанке, говорила, что стопы вот эти вот, наши стопы связаны с нашими надбровными дугами через всю систему. Есть книга «Анатомические поезда» автора Томаса Майерс. Можете почитать его. Я её читала тоже. Там эта связь наглядно показана, что у человека есть несколько анатомических поездов связи друг с другом. Например, если болит там под правой лопаткой, то нужно работать с левой голенью. Ну, вот типа такого. Если у вас там нависают брови как-то, морщины на лбу, то нужно работать с задней поверхностью ног. Вот эта связь, она прослеживается во всём теле. Соответственно, нет такого, что болит только спина, и всё. И ничего остального, всё в человеке нормально. Такого не будет, если болит только поясница, допустим. Начинаешь искать разные точки, обязательно найдутся триггеры. И вдоль подвздошной кости, и в малых ягодичных мышцах, и по задней поверхности ног триггеры идут. Потому что зажимаются мышечные пучки, тянут за собой фасции. Эти фасции, как паутинка, вот паутину в одном месте трогаешь, вся паутина трясётся. Именно так паук узнаёт, что муха к нему пришла. В организме всё то же самое. Одно место у вас зажато, болит. И от него расходятся во все стороны триггеры. И начинаешь тыкать человека в разные точки. У него и там болит, и тут болит, и здесь болит. Это и есть миофасциальный синдром. Отдельная такая патология, в России её нет. В постсоветском пространстве это только сейчас у нас вводится в номенклатуру. Нет его сейчас. Вот этого синдрома мы можем ставить как синдром. Но как диагноз основной мы не можем пока его ставить. Его пока не признали. А вот за рубежом он уже давно существует, вот этот миофасциальный болевой синдром, и как самостоятельная нозологическая единица. То есть как болезнь такая. И, соответственно, что с ним делать, вот результат. Я, может, как-то сумбурно объяснила, но суть такая, что всё везде связано, и не может. Это я к чему с грыжи диска связать? Грыжи диска, самая по себе боль в спине, не особо она её и вызывает. Вызывает вот этот миофасциальный болевой синдром. И когда человека смотришь, у него нет никаких, здравствуйте, у него нет никаких каких-то отклонений неврологических, у него нет выпадений симптомов минус по неврологии, то точно понимаешь, что корешок работает прекрасно, все рефлексы есть, и ничего не давится, корешковая функция нервная не страдает. Соответственно, это не грыжа диска. Грыжа диска, она, как правило, подлежит операции, подлежит лечению какому-то серьёзному. Если есть корешковые синдромы, если есть просто болевой синдром, то я их, например, таких пациентов веду по миофасциальному протоколу. То есть назначаю, соответственно, терапию и воздействия внешне физические, именно направленные на работу с фасциями, на работу с мышцами, а вовсе не деглофенак и кетарол с эндомитоцином и всё. Нет, я им говорю, скалка дома есть? Зачем мне скалка? Я говорю, берёте скалку и катаете её стопами, стопами катаете, начинаете. Или шарик теннисный начинает, мячик вот этот теннисный, или вот эти роллы, которые в спортивных магазинах продаются. Я такие заказывала через сайт хорошей немецкой фирмы из качественного пластика, вот биопластика заказывала, Blackroll называется фирма. И катаете ими фасции. Больно будет, ужасно сначала, но потом, через несколько дней уже как бы в норму приходят, в одном месте проходит боль, в другом появляется. И так всё тело можно прокатывать, включая лицо, включая череп, шею, всё-всё-всё, любые мышцы, любые фасции нужно прокатать, привести в равновесие вот это всё, и миофасциальный синдром отпустит вас. Но это учитывая только тогда, когда вы будете за ним следить потом, потому что если будет сохраняться паттерн движения такой же, какой вас привёл к этой боли, то, соответственно, всё вернётся на круги своя. И эта грыжа-диск, вот эта вот мифическая, опять будет вас беспокоить. Я знаю людей, у кого там 15 грыж на всех уровнях, и ничего не беспокоит. А знаю людей, у которых 2 мм, милипуська какая-то выскакивает где-то, и всё их оперирует, потому что до такой степени болевой синдром. Это настолько всё индивидуально, что нельзя всех под одну гребёнку. И МРТ вот это вот всё запудрило мозг всем людям. Сейчас МРТ – это какой-то идол диагностики золотой считается, но я с ним не согласна. Клинику всегда куда-то почему-то отодвигают на задний план и оперируют по МРТ. Ой, у вас на МРТ грыжа-диск, их только оперировать нужно. А то, что человек ничего не беспокоит, и вообще-то показаний нет к операции, это уже не считается. Когда не было МРТ, когда мы работали, показаний к операции было всего три к операции, к экстренной, при грыже диска. Это когда болела-болела-болела нога, болела-болела-болела спина, а потом человек проснулся в одно утро, у него ничего не болит, но стопа не работает. Это парализующий шанс называется. Это экстренное показание к операции, иначе не восстановится стопа. Это одно. Второе показание к операции, к экстренной и абсолютной показания к операции, это нарушение функций тазовых органов. Это когда грыжа, какие там 3 миллиметра, она должна быть 3 сантиметра, но это я утрирую. Она должна быть очень большой, от 10 и больше там миллиметров, выскочит такая, что сдавливает позвоночные, вот эти вот конские хвосты в позвоночном канале, и места нет просто этим позвонкам. Они сдавливаются и нарушаются функции тазовых органов. Что значит нарушение функций тазовых органов? В первую очередь это недержание либо задержка мочи и нарушение функции стула и нарушение функции тазовых органов у мужчин по мужской части, например, при болях в спине. Это тоже является показанием к операции к экстренной. Любые нарушения мочи и спускания в первую очередь происходят, потому что там более тонкая иннервация. И третье показание к операции, оно считается относительным таким. Это когда вас лечили от болевого синдрома в течение 2-3 месяцев, но боль не уходит и нисколько не меняется. То есть не то, что она лучше и лучше становится, она не меняется. И вот когда вот такая беспрежимная боль, такая 2-3 месяца, и там уже доходит до наркотических энергетиков, это тоже показания к операции. Но сейчас у нас показания к операции почему-то внезапно расширились. Я знаю почему. Потому что стоят они там с шестью нулями, цифры такие на операции называют в крупных городах. Вот из-за этого показания расширяют. Мало того, их оперируют не очень качественно, вставляют железки какие-то, не знаю зачем, выдумывают какие-то вот совершенно ненужные вот эти вот показания, делают из человека инвалиды. Я сама была свидетелем, два случая у меня было, когда людей отправляла там в определенные места, у нас больше некуда отправлять, у нас область, да, ну я не в Москве работаю. Мы обязаны направлять над нами стоящие учреждения. И когда оттуда двое вернулись инвалидами, это еще когда я начинала только работать в этой больнице, в местной, я туда перестала отправлять. Я всеми путями обходила эту ситуацию, чтобы не направлять их вот в вышестоящую организацию, потому что им там навязывали вот эти транспедикулярные фиксации, навязывали им кейджи, которые совершенно не нужны при грамотном подходе, при грамотной оперирующем хирурге, но не нужны они. Я стояла и на операциях, и на грыжедисках, и на транспедикулярах, и кейджи вворачивали. Там очень узкие показания к операции, очень. И всем подряд их вот это вот грести, отмывать, в общем-то, да, поняли, да, не нужно этого делать. Поэтому я всегда вот в таких ситуациях всегда предлагаю пациенту и консервативное лечение, и работу с миофициальным синдромом, и обязательно говорю, если вы хотите консультацию нейрохирурга и посмотреть, что вам можно сделать с этой грыжей, обязательно съездить в несколько мест к нескольким людям, к нескольким хирургам, что каждый из них скажет по поводу грыжи. Я знаю, что у хирургов существует такая вот ситуация, такая заговыка, что они, ну, выбирают выход резать, чем невролог, который выбирает не резать. Но, тем не менее, есть ещё и хорошие врачи, которые, честно скажу, даже если это хирург, что нет, лечите ваш случай не для операции. Есть такие, поэтому я говорю, ищите своего доктора. Вот. Это вот что касаемо грыжи диска. Ну, это я так что-то с ней развернулась, потому что это очень самый частый вопрос. Итак, что для позвоночника вообще ещё важно вот при этих болях? Мы выяснили, что самой, одной из главнейших причин боли в позвоночнике является миофасциальный синдром. С ним нужно работать. Нужно работать с фасцами, нужно их раскатывать, катать вот эти ролики, делать растяжку для мышц, особенно после тренировок обязательно. Формировать новый паттерн ходьбы, новый паттерн движений, осанки, осанки, о чём мы с вами марафон целый устроили, марафон осанки. Без этого изменения, лечи-не лечи вас консервативно, лекарствами, уколами, мазями, не будет сниматься болевой синдром, либо будет сниматься на какой-то короткий период и потом возвращаться. Поэтому у неврологов все вот эти хронические больные годами ходят с этой ситуацией, пока вот эта боль исправится. А я своим пациентам говорю, мячик, теннис, неискалку, бери и катай. И они ко мне больше не приходят, потому что боль проходит у них. Они начинают, они понимают вот эту связь работы. Они сначала просто вот повторяют, что я им говорю, а потом уже сами знают, что делать. Или после тренировки мышца какая-то начинает болеть, её покатал пару раз, всё, она на следующий день не болит уже. Понимаете? То есть это вот так работает. Вот, значит, паттерн ходьбы нужно обязательно следить за собой. То есть вот эта скрюченность вперёд, наклонение корпуса вперёд – это не айс для позвоночника. Почему самый опасный уровень – это L4, L5, L5, L1 на пояснице? Потому что на него приходится вся масса тела, которая около позвоночника. У нас позвоночник как? Вот стоит позвоночник, а впереди него масса тела. У нас же позвоночник не посередине корпуса находится, не в середине проходит, он к спине сдвинут, кзади, а впереди вот здесь туловище. А у мужчин ещё такой вот комок нервов впереди. И что происходит? Позвоночник из-за этого держит массу тела не ту, которая у вас, не 50 там килограмм, не 100 килограмм у мужчин. А вот с этим животом, если мужчина весит 100 килограмм, то на позвоночник приходится в 4 раза больше нагрузка, потому что это всё как будто бы от него на расстоянии. Вот вы попробуйте держать книжку, ну она тяжёленькая, она килограмм, наверное, весит. Вот так вот её держать? Или вот так вот её держать? Я думаю, вот на таких руках, кто был на венчании в церкви, да, корону держать. Она лёгкая корона, но на вытянутых руках подержи её вот так, да, походи 40 минут. Я, кстати, ходила, с подружкой ходила 40 минут. Подержи вот эту корону над ней и походи. Вот что делает наш позвоночник. Он держит вот это всё, всё вот, пятый размер вот этот, да, держит вот этот вот живот, комок нервов впереди, на вытянутых руках. И вот такая вот масса, вот это вот всё держит позвоночник. Вот откуда вот эти вот боли в спине. От вас, от вас, не от грыжи. Грыжи – это всё последствия неправильного функционирования. Вот, нужно правильно функционировать. Нужно ходить, ну, ровно, плечи назад, макушку вверх, как я это всё говорю на марафоне, на нашем. Для спины очень опасны полунаклоны. Сейчас покажу, что это такое. И это тоже на марафоне рассказывала. Когда спина вот ровная, и вам нужно что-то вытереть, стол, побриться, зубы почистить, там, картошку почистить. Вот это поясничный отдел, представьте. И вы вот так чуть-чуть наклоняетесь. Вот здесь ноги идут. И вот в этом месте возникает разлом. На разрыв идут ткани. Если уж вы хотите там побриться долго, там, несколько минут, вот, картошку чистить, вы лучше наклонитесь ещё вперёд, обопритесь руками, там, на раковину, и стоите вот так, снимите нагрузку с позвоночника, возле с этого. Наклонитесь вперёд больше, тогда часть нагрузки уйдёт на тазобедренные суставы. Но вот эти вот полунаклоны минимальные, они самые опасные, потому что вся масса вот этого наклоненного тела с каждым градусом увеличивается в геометрической прогрессии и падает на позвоночник. И вот после таких именно мини-наклончиков очень тяжело люди вот так вот подставляют руку и разгибаются назад, ну, потому что это нельзя так. Если уж вы наклоняетесь, лучше в пол наклонитесь, чем чуть-чуть вот так еле-еле, когда масса увеличивается, увеличивается, идёт, идёт, идёт на разрыв, потом хоп, и всё, и операция. Проснулся, операция. Вот, что я хотела сказать. Значит, что ещё для биомеханики? Я, к сожалению, за временем не слежу, и что-то мне нет, и даже посмотрите, где сколько времени. Напишите мне, кто-нибудь, сколько времени прошло. Вот. Значит, что ещё для позвоночника лучше? Я обещала рассказать. Лучше стоять, чем сидеть. Это главное первое правило после операции на грыжах в дисках. Все мы говорим, что садиться после операции долго нельзя. Долго, там месяца два идёт заживление. И то же самое для человека в обычной жизни. Если у вас есть выбор между постоять и посидеть, лучше стойте, потому что нагрузка... Денадцать пятьдесят четыре. Ой, ещё время есть. Спасибо. Потому что нагрузка на позвоночник во время стояния распределяется на два тазобедренных сустава. Мы, когда стоим, мы подвешены на тазобедренных суставах, на связках вокруг тазобедренного сустава, потому что, естественно, там вот эта вот головка бедренной кости, которая находится в вертлужной впадине, она в неё не упирается и не трётся там ничего. Оно всё на связках висит в капсуле. Вот на этих связках наше тело висит и качается, и позвоночник выполняет роль пружины, роль демпфера. Вот эти диски, они для этого нужны, чтобы демпфировать наши движения, чтобы сглаживать вот эти острые углы. Бедные школьники, вот я согласна с вами, потому что школьников заставляют сидеть, не вертеться и всё. И вообще я за то, чтобы образование было и работа, было стоя. Я своему начальнику, здравствуйте, начальник, если вы меня смотрите, я попросила у него сделать мне стоячее рабочее место, и пока жду, он очень обещал, очень обещал, я вам потом покажу, если он исполнит своё обещание. Потому что сидеть 8 часов – это невыносимо. Так вот, а сидя, когда вы сидите, у вас вся нагрузка как раз падает. Вот вы сидите, вот это ноги, вот это таз, вот это позвоночник. У вас, да ещё как-нибудь вот так скрючитесь, да? Вот так вот скрючитесь и спину назад выгнете. У вас вся нагрузка падает на нижний отдел позвоночника, как раз на поясницу и на крестовый отдел. И здравствуйте, опять грыжа L5-S1, да? L5-S1 – та же самая грыжа, самый распространённый позвоночник вообще. До того доходили, вот я когда работала в генеральной хирургии, до того доходили, что у нас вот эта грыжа L5-S1, она самая часто на операциях была. Мы их оперировали 20 минут. При должном умении у нас там был мастер-хирург, которого до сих пор я помню, уважаю, он, к сожалению, умер уже. Мастер-хирург, он 20 минут, это его рекорд был за всё время этой больницы. 20 минут на грыжу. Это качество, вот такой высочайший уровень. А не то, что сейчас по 5 часов оперируют, транспедикуляры вот эти выворачивают в 6 позвонков, делают из человека инвалида, делают из человека нервного больного, а позвоночник так и болит. Да ещё и вот этот трансплант отторгаться начинает. Так что 2 раза подумайте, прежде чем оперировать. Даже не 2 раза, а 10 раз. 10 умножить на 2. Раз подумайте, прежде чем оперироваться. Это я вам вот говорю, как, ну, кто видел всё это, чем это всё кончается. Это мы говорим о том, что лучше для позвоночника между стоять и сидеть. Если у вас выбор есть сидеть и лежать, то лучше лежать. Опять же, сидя – это самое худшее положение для спины. Мало того, что сидят, вот знаете, как ровно на стуле, это ещё хорошо. Вот с ровненько спиной. Я вот тоже, видите, прогнулась, вот сейчас выпрямилась. Сразу выше стала. С ровной спиной ещё нужно сидеть. Ещё бывает, когда кресло такое, знаете, вот такое вот. Когда человек вот так вот отклоняется, вот так вот, и разваливается. Это ещё хуже для спины, чем просто сидеть. Потому что вот во время вот этого разваливающегося положения на пояснице прогибается назад. То есть вместо лордоза, который вперёд, кифоз возникает на поясничном отделе позвоночника, и, соответственно, давление перераспределяется между грыжами диска и назад выпирает, и ещё больше выпирает вот эту грыжу диска. Поэтому, если выбираете между глубоким креслом и неудобным жёстким стулом, выберите неудобный жёсткий стул. Если между сидеть и стоять, выбираем стоять. Между сидеть и лежать, выбираем лежать. Причём не полулёжа, а именно лёжа хорошо. Либо лёжа на боку, либо на животе. Но не полулёжа. Полулёжа тоже для спины плохо. Либо подкладывайте какую-то валику или подушку под поясницу, чтобы она не прогибалась назад. Ну, в смысле, туда-назад, чтобы не возникало кифоза на поясничном отделе позвоночника. Что лучше для позвоночника – ходить или бегать? Ходить. Но это не значит, что бег вредный. Это я именно касаемо позвоночника сейчас говорю. Если у вас не подготовлены мышцы корпуса, если вы не делаете упражнения на спину, на пресс, на планку, вот эти все упражнения, которые укрепляют мышечный корсет корпуса, то бегать вам преждевременно. Если у вас есть лишний вес, вы раздолбите свой позвоночник и коленные суставы и стопы. Потом еще хуже будет. Поэтому те, кто крупные люди, я всегда говорю, сбросьте хотя бы килограмм 20 лишний, только потом начинайте бегать. Ходьба не противопоказана никому. Ходить можно и нужно. Мы для этого предназначены, чтобы ходить. Если выбирать между ходить и бегать, соответственно, ходим. Если выбирать между бегать и велосипедом, то велосипед как кардио, либо эллипс как кардио, это прекрасно. Если выбирать еще и между плаванием, то плавание – это идеальная нагрузка вообще для позвоночника. Мы все касаемо позвоночника сейчас говорим. Именно для позвоночника это идеальная ситуация. Почему? Потому что притяжения нет. То есть снимается вот эта нагрузка, которая на позвоночник возрастает к пояснице. Вот эта нагрузка притяжения снимается. Позвоночник находится в горизонтальном или полугоризонтальном положении, смотря где у кого ноги болтаются, болтыхаются. То есть нагрузка притяжения снимается с оси позвоночника, а мышцы вокруг него все работают. Потому что человек-то корпус держит на поверхности воды. Он не только руками и ногами плавает, как лягушка или как собачка, или по-профессиональному, я тоже занималась плаванием, всё это тоже понимаю на собственном опыте. Он не только поддерживает руками и ногами, но он ещё и мышцы корпуса при этом тоже работают, хотя мы их не ощущаем. Хотя если кто-то после долгого перерыва пойдёт и поплавает, хорошо так, хотя бы брасом или полягушачий, он потом выйдет, у него все мышцы будут болеть с таком напряжении. Это говорит о том, что они работают. Да, хлора действительно много, да, я знаю, что он вытесняет и йод и всё, но мы сейчас не об этом, мы сейчас про позвоночник чисто говорим, что делать, если чтобы что-то выбирать. Можно из хлорной ситуации выйти, да, единственное, что у меня вот было, например, аллергия на хлор, развелась, дерматит был в детстве, но тогда я ничего не знала о натурокате, сейчас бы я, конечно, с ним справилась, но тогда я этого не знала, и мне пришлось бросить бассейн через два года от того, как я начала плавать. У меня даже какой-то там детский разряд был по плаванию. Вот, про хлор это всё отдельная история, мы сейчас вот просто про позвоночник и суставы говорим. Вот, что ещё очень полезно для позвоночника делать? Очень полезны валики, о которых я тоже рассказывала на марафоне. Кстати, я хочу ещё сделать марафон на какое-нибудь другое отдел, потому что для позвоночника я знаю много всего, могу рассказать. Вот сейчас я выбираю, какой отдел, грудной делать или поясничный, потом сделаем голосовалку в сторис, вы там проголосуете. Значит, валики – очень полезная штука для позвоночника, для них нужно делать как бы отдельный там пост или что-то такое. Это очень распространённая тема, это можно у любого там тоже блогера почитать, я тоже свою лепту внесу относительно этого, и сделаю какой-нибудь пост такой, по пунктам, как я люблю, для позвоночника и для валиков. Тема очень хорошая, поэтому валики нужно делать ежедневно. Я, к сожалению, не всегда это всё делаю, не всегда успеваю, ленюсь, ленюсь точно, вот, но делать это нужно. Вот, валики полезны для позвоночника и обязательно растяжка и, как говорят, выжимание жидкости из суставов, хотя я этот термин не поддерживаю, это скрутки различные, но делать аккуратно, и, соответственно, это я всё говорю для относительно здоровых людей. У кого-то есть какие-то свои тонкости, свои противопоказания, этого лучше не делать. Вот эти вот скрутки для позвоночника очень хорошо, растяжка хорошо, вообще любые потягушки, вот как кошки делают, да, кошка, вот йога не зря из йоги, мы вот делаем кошку тоже на марафоне, это очень хорошо для позвоночника, это нужно делать, ну, часто, постоянно. Вот эти вот боковые движения все мы забываем делать, да, вот эти вот складки вот здесь вот, да, у женщин образуются, это всё от позвоночника идет, понимаете, если вы будете делать валика и будете делать растяжку, они пропадут со временем, вот эти складки. Кто занимается йогой, их нет просто у них, потому что они работают с позвоночником качественно. Так, теперь задаём ваши вопросы. Я что-то рассказала, не всё, что хотела, если честно, у меня ещё было много планов, просто у нас время кончается, но мы можем продолжить, мы можем сделать вторую часть в следующий раз перед отпуском, посмотрим, как пойдёт дело. Ещё хотела сказать про грудной отдел. Грудной отдел, он у нас очень-очень защищённый, там есть соединения отдельные с рёбрами, между позвоночником и рёбрами есть отдельный сустав, поэтому это я к грыжам. Грыжи на грудном отделе позвоночника очень редкие, они чаще возникают на шейном, либо на поясничном отделе, а вот на грудном сами по себе грыжи очень редки, именно из-за того, что он защищён рёбрами, он защищает внутренние наши самые важные, одни из самых важных органов. Печень под рёбрами находится, сердце лёгкие, это как бы жизненно важные органы, поэтому здесь рёбрный каркас, и он же защищает грудной отдел позвоночника от этих выскакиваний грыж. Там грыжи чаще всего на грудном отделе. Редчайшая ситуация, я вот сколько работала, ну я мало работала в нейрхирургии, и то ни одной операции, я не помню, именно на грудном отделе по поводу грыжи диска, их там редко, казуистика, они бывают чаще всего там травматического характера. После ДТП, после каких-то таких серьёзных травм, там выскакивают вот эти грыжи, и их, естественно, оперируют сразу, потому что они, после них отстёгивается всё, что ниже, всё, что ниже, потому что там спиной мозг. Вот, вот из-за этого они опасны как бы, но они бывают редчайшие случаи вообще, редчайшие. И про протрузию, что хотел сказать. Если вы видите слово протрузия, забивайте на него вообще, потому что это ничего особо не значит. Протрузия есть у всех практически, это просто выпячивание вот этого фиброзного кольца в просвет от нормального, от задней поверхности позвонков на какие-то там миллиметры. Это не грыжа, это не предгрыжа, а то мне говорят, вот у меня 5 протрузий, это 5 предгрыжевых состояний. Вот если про инсулино-резистентность можно сказать, что это преддиабет, то про протрузию нельзя сказать, что это предгрыжа. Вот это запомните. Всё, теперь я читаю вопросы, а то что-то времени, мне кажется, у нас мало осталось. Так, вопросы. Сейчас мотаем, мотаем. Так, вопросы, вопросы. Так, вопросы. Вам идёт прическа. Это я просто, знаете что, их просто собрала и две заколки заколола, и всё. Это из-за того, что они вот, там, пудра какая-то, объём вот этот был. Это из-за этого. Так. Да, кстати, бывают красные признаки болевых синдромов, красные флажки так называемые. Это когда боль не связана, не соответствует клинической картине, не соответствует инструментальной диагностической картине. Когда есть температура, когда есть изменения в крови и когда есть красные флажки по онким маркерам. Но это всё случаи, ну, не частые. Это я имею в виду, что сегодня на эфире мы это не рассматривали, потому что это уже тонкости. Это уже лекцию надо читать, ну, как более врачебную. Естественно, такое есть. И я про эти знаки красные флажки на каждом приёме я их исключаю, потому что это, в общем-то, опасно. Так. Что ещё по вопросам? Сохраните эфир. Я попробую, но Инстаграм что-то шалит. Так. НПВС. А НПВС могут давать временное облегчение при болях фасциальных? Конечно, могут, но это только временное. Даже выпрямилась. Отлично. Плечи расправила. Вот прекрасно. Бедные школьники. При долгом стоянии боли от пояса и ниже. А, ну, извините, если у вас, я как говорила, корпус не готов, у вас будет боль при любом состоянии, даже лёжа. Дочь 13 лет, две грыжи. Стоять долго, ноги болят, ступни. Это тоже самое говорит о нагрузке неправильной, об изношенности суставов. Мы же все, ну, не идеально здоровые люди. У меня при долгом состоянии тоже ноги болят. У меня там косточки есть. Они, ну, вот эти вот большого пальца, кстати, про эту тему хотели. Тему я буду про неё тоже писать. Так, хлор. Грудной отдел. А, это грудной отдел и прокопчик тоже. Благодарю за комплименты. Без разницы, какой актуальны оба и грудной, и поясничный, и шейный. После стречинга обострились боли в шейно-грудном отделе. Нужно ли продолжать заниматься? Если при любой нагрузке возникает боль острая, которая не просто там тянущая где-то, вот такая вот тягучая, неприятная, а острая боль, особенно когда прострел до руки, до пальцев, там, до ноги, до пальцев, это повод прекратить эту нагрузку, потому что это опасно. Если боль тянущая, тупая, при определённом положении проходит, то продолжать нагрузку можно. Это говорит о работе в этом как раз сегменте. С этим очень аккуратно. Любой болевой синдром – это сигнал организма, что нужно что-то остановиться. Через боль делать не нужно. Бывают люди с разной терпимостью боли. У меня высокий болевой порог. Я могу терпеть то, что другие не терпят, например. У меня вообще вот это всё как бы, ну, высокие пороги, вот эти рецепторы, там, к острому, там, я не чувствую острого, там, другие домашние говорят, ой, всё жгёт. То есть у меня всё по-другому. И то же самое с болью у всех разных людей разное. Кто-то кому-то там кальнуло, всё, он слёг на три дня. А у кого-то там рука уже не работает, отстёгивается, да, а он всё продолжает работать. Разные люди. Поэтому вы себя слушайте в первую очередь. Ну, вот такое условное деление, что острейшая боль, стреляющая, это более опасно, чем тянущая и проходящая. Поэтому здесь смотрите по состоянию. Так. Был вывих шеи. Через 10 лет на рентген показала сращение двух шейных позвонков. Что делать? Ничего не делать. Укреплять мышцы шеи. Сращение двух шейных позвонков после вывиха. Это вы, наверное, в больнице лежали, в корсете, либо операцию делали. Потому что вывих шейного отдела – это очень сложная ситуация. И хорошо, если она закончилась хорошо. Вот. А что делать? Ничего с ним не делать. Вы вот эти позвонки сросшиеся уже никак не разделите. Просто укрепляйте мышцы аккуратно. И следите за корешковыми проявлениями в руках. Могут ли боли спины отдавать в печень и желудок? Есть такие рефлексогенные зоны Захарина Геда, которые при неблагополучии во внутренних органах отдают в спину. Вот такое бывает. А спина отдавать в области живота очень редко бывает. И это… Вот я скоро уже 15 лет как буду работать. Это встречается очень редко за всю практику. Там по пальцам пересчитать, когда именно спина была провокатором болей внутренних органов. То есть если что-то болит в животе, то первым образом нужно исключить всю патологию живота, прежде чем смахивать на спину. Когда ко мне приходят пациенты от хирурга, у меня болит живот, меня хирург направил к вам, посмотрите, а вдруг это позвоночник отдает в живот. Я им говорю откровенно, меняйте врача. Позвоночник отдавать в живот. В последнюю очередь вообще. Там надо все исключить в животе. И только потом говорить, что это спина. Это редчайший случай. Потому что корешковую сегментарную нервацию, она не бывает мозаична, она не бывает беспорядочная. Она как цвет вот в лампочках, выключатель. Один включил, правый включился, левый включил, левый включился. Не бывает наоборот в нервной системе. Но если там совсем какие-то ситуации, ну все бывает. Но большинство ситуаций не бывает такого. Это 0,001% случаев на все население, когда что-то такое происходит, поломка серьезная. Вот. Поэтому если боли в животе, в печени, в желудке или все такое, то ищите в первую очередь поражение внутренних органов, а не позвоночника. Так. Вытяжка позвоночника на специальном снаряде. Как вы относитесь к процедуре? А, был у нас такое в нашем отделении спинальном, когда вешали на петлю, ну, за счет черепа подтягивали и выпрямляли. Я к этому отношусь аккуратно и настороженно, только по показаниям. Что я только не видела в нейрохирургическом отделении, что после мануальных там всяких манипуляций людей парализовало и все, и грыжи выскакивали. Такое тоже есть. Поэтому к мануальным терапевтам и ко всем этим жестким методам очень аккуратно относитесь. Если вы первый раз на это идете, то обязательно делайте рентген или какое-то обследование, прежде чем пойти к доктору, особенно которого вы не знаете. Это первое. Второе. Вытяжение позвоночника, оно по показаниям делается. И снять боль, которая в 95 случаев процентов... Что-то у меня висит опять эфир. Снять боль, которая в 95 случаях выявляется миофасциальным синдромом, просто вытяжением не получится у вас. Как правило, боли связаны в позвоночнике, связаны с нетренированностью мышц, а не с тем, что там что-то сжалось и нужно вытянуть это. Не так это все работает. Вы мышцы начините тренировать, у вас боль в спине пройдет. В большинстве случаев это так. Бывает индивидуальное отклонение, но это нужно конкретно с человеком работать. Но для большинства людей боль связана с миофасциальным синдромом и с малой тренированностью мышц. А они начинают еще больше ее расслаблять, растягивать эту спину, вместо того, чтобы укрепить ее. Вот это тоже важный момент. Поэтому к вытяжке я отношусь неоднозначно и больше отрицательно, чем положительно. Больше так. Может ли поясница болеть из-за мемой матки? Может. Вот как раз внутренние органы отдавать в спину. Бывает чаще эта ситуация, чем спина отдает во внутренние органы. Здравствуйте. Как использовать скалку? Скалку берете, кладете на пол и катаете ее стопой. Это вместо вот этого ролика, который продают в Спортмастере. Просто там ролики разных размеров нужно будет купить. А скалка – это доступный инструмент, в любом магазине продается. И катаете ее стопой. Только не весь-весь-весь вес на нее кладете, а процентов 80 веса. Другой, ну, не полностью на нее прям прыгаете на этой скалке, а процентов 80 веса распределяете и катаете аккуратно. Именно пяточку стопы, вот эту внутреннюю, на саму пятку, окраину и до конца пальцев заходить не нужно. Болит спина, как будто мышца. Слева, сзади у ребер мышца напряжена. Что можно сделать? Это частная консультация уже. На этот вопрос не смогу ответить. Что означает заключение МРТ? Признаки дегенеративно-дистрофических изменений отделов подсвоночника. Это и есть тот самый пресловутый остеохондроз. Причем признаки ДДИ, мы их так сокращаем, ДДИ, есть у всех. Поэтому на эту фразу можете не смотреть. Опасные слова в МРТ это спондилолистезы, больше, чем вторая степень, это остеопороз. Очень часто, кстати, у пожилых бывают причины боли остеопороз. Когда мало кальция, когда кости становятся менее плотными. Это частый болевой синдром. И назначаешь им витамин Д и кальций, там Д3 не комета элементарно, у них боль проходит, понимаете? А чаще всего там кетаролы, деклофенаки начинают, мази какие-то, вытяжения. А там всего-то надо кальций и витамин Д. То есть нужно на человека в целом смотреть. Спасибо за ответы, пожалуйста. Какие кроме ФК занятий, пригрыжа, консервативные методы действенны? Лечебная физкультура и правильная ходьба, правильная нагрузка, правильное бытовое выполнение действий это самые действенные методики, которые вы можете сделать для своего позвоночника. Еще я за грамотный массаж, причем всего тела, а не просто там плечи помять, потому что нельзя просто плечи помять и все остальное оставить нетронутым. Это то же самое, что большую яблоню, там, например, только одну ветку опрыскивать, а другие не трогать. Пусть другие едят червячки. Вот то же самое и здесь. Если уж сделать массаж, то всего тела, и рук, и ног, и позвоночника, соответственно, еще и живота. Вестеральный массаж, если, ну, такого специалиста вы знаете. Я хожу на массаж, допустим, я делаю все, с ног и весь позвоночник. То есть работа идет на всех уровнях. То есть делать просто плечи помять, чтобы легче стало, это неэффективно. В долгосрочной перспективе вы себе делаете хуже. Можете сделать эфир про миомы. Это я подумаю. Благодарю за ответ. Сохраните. Я-то нажму кнопку сохранить, а что там Инстаграм решит, я не знаю. Так, пониженная чувствительность пятки. С чем может быть связано? Если только пятки, то связано это с пяткой. Потому что проводниковая чувствительность, именно которая с позвоночником связана, там по проводниковым зонам идет иннервация, и там везде снижается чувствительность. Если это корешок, мы же сегодня про позвоночник говорим. Если это конкретно пятка, конкретно там половина одного пальца, или конкретно какой-то участок, то, как правило, это поверхностные нервы, которые зажимаются при отеке, при неправильном, при неправильном там ходьбе, при каких-то местных процессах в этой области. Так. Периодически закладывает правое ухо. Как правило, на изменение атмосферного давления. Это из-за шейного остеохондроза? Нет. У меня тоже часто бывают пациенты от лора приходят, ой, у меня уши не слышат, у меня там что-то пульсирует, у меня голова, это хондроз. Кстати, у меня была картинка, сейчас покажу. Вот. Череп, позвоночник, связки и сосуды. Часто говорят, у меня пережимаются сосуды в шее, из-за этого кровь не поступает, ухо закладывает и кружится голова. Я это тоже на марафоне рассказываю на шейном, на нашем, что невозможно пережать шейные сосуды. Они жизненно важны. Если вы пережмете шейные сосуды, вы потеряете сознание и умрете. Причем моментально. Поэтому пережать их позвоночником невозможно. Они проходят в костном канале. Их возможно только... Они защищены со всех сторон. Их возможно, вот эти задние позвоночные артерии, они тонюшенькие, они там по 4 миллиметра всего просвет. Их можно только, как это, вызвать раздражение симпатических вот этих нервных окончаний, чем вызывается спазм артерий. И из-за этих спазмов возникают проблемы, которые идут у нас в голове, в ушах, в глазах, везде. Вот эти все кружения, обмороки и все такое. Из-за спазма. Но пережать их нельзя. Если вы их пережмете, они кровоснабжают ствол мозга и жизненно важные точки мозга, которые отвечают за сердце, за легкие, за внутреннее наше функционирование. И если вы их пережмете ток крови, то это инсульт и смерть, в общем-то. Это очень как бы важное образование. Именно поэтому они спрятаны внутри костного канала. Только при махровых каких-то заболеваниях, при спондилезах, когда там разрастаются костные вот эти структуры, настолько, что зажимают костный канал до такой степени, что там действительно как-то перегибается ток, артерии начинают вот так вот извиваться, увеличивать свою подвижность, чтобы не быть зависимых от этих вот изменений позвоночного, ну, положения позвоночного столба. Часто, когда делают УЗИ сосудов, пишут, позвоночные артерии извиты, ЭЦ-образный ход там, линейная скорость кровотока повышена. Вот это и есть изменения, которые организм ваш подстраивается под ваш неправильный образ жизни. Вот вот эти вот плечи вперёд, голова назад. И вот тогда возникают вот эти все извитости этих артерий, да ещё и атеросклероз сверху от питания неправильного. Вот вам результат. У здорового, у молодого человека, ну, относительно, естественно, относительно здорового, относительно молодой возраст, все артерии вот в позвоночнике, они прямые, никаких там извитостей нет, никаких зажатостей не может быть. Они в костном кольце находятся, ну, свободно. Там не то, что такое вот костное кольцо, и там еле-еле вот эта артерия протискивается. Нет, конечно, там очень большое, как бы, пространство и очень много анатомических и функциональных резервов у организма, много. Нельзя просто запрокинуть голову и потерять сознание. Это грубая патология. Это уже далеко зашедший случай. Когда приходят люди, там, 50 лет, я условно говорю, 50 лет приходят люди, ой, я вешала штору и потеряла сознание и упала, то значит, это значит, что она лет 20 уже болеет от такой ситуации, которая привела в результате к такой сильной декомпенсации. Запомните это. Так, что еще? Так, ухо. Спасибо. Пожалуйста. Постоянный шум в ушах, из-за чего бывает чаще всего. Спасибо. Шум в ушах – это очень многозначная ситуация. У меня у самой шум в ушах уже скоро, а, уже 16 лет. У меня идиопатический шум в ушах. Насколько я смогла выяснить, как врач. Я сапожник без сапог. Вот. Шум в ушах чаще всего, ну, чаще всего двух причин бывает. Это я грубо сейчас говорю, там на самом деле их порядка 15 причин. Две самых частых причины – это сосудистый атеросклероз, когда сосуды меняют свою эластичную способность. Это касается мелких артерий в первую очередь. Не крупных, которых вы не увидите на УЗИ изменений, а мелких, которые артериулы и милипуски, вот эти капилляры, они теряют свою эластичную способность, и, соответственно, вы слышите вот этот вот шум сосудистый, вы слышите сами себя. И вторая причина – это поражение слухового аппарата, слуховых нервов. Вот это вторая причина шума в ушах. С этой ситуацией ещё сложнее бороться, как бы, потому что нервы очень чувствительные, вот именно слуховые и вестибулярные. И это работа двух врачей – это и лор, и невролог, чтобы всё это восстановить. Но, как правило, это имеет эффект на первых стадиях каких-то, когда вы только это всё заметили и начали лечение. Но когда это какие-то там года, речь о годах, то сложно это всё будет восстановить. Чаще всего это от этого. Но от хондроза, вот именно что? Ой, у меня остеохондроз на рентгене написано, вот, и шумит в левом ухе. Лор сказал это от хондроза. Вот это категорически нет. В таких случаях я тоже говорю. И ущите другого лора. Не бывает шума в одной стороне, связанной с хондрозом. Это слишком прямолинейно. Ой, мне пишут, две минуты осталось. Шаткость походки из-за чего бывает. В первую очередь это мозг. Благодарю. Так, не имеют ночью руки и ноги, когда поднять. И боли в грудном отделе. Можно ли на массаж? Массаж не решит вашу проблему. Не имеют руки и ноги. Это именно от затекания, нарушения венозного оттока, плечевого сплетения чаще всего. Либо сплетения, которые в ноги идут, поясничного. Здесь нужна ЛФК адекватная, перед сном лечебная. Тогда будет улучшение. У меня такое было. За рулем руки начинали неметь. Я потом начала делать зарядку на плечи. Через два дня все прошло. Если все делать вовремя, все будет хорошо. Так, болят ноги и икры и ступни при стоящей работе. Что может означать? Может означать, что вы мало тренируетесь. Посоветуйте. Посоветую делать ЛФК и занятия на весь корпус, на все тело. Массаж стоп не поможет. Ненадолго. Время ЛФК на шейный отдел слышу похрустывание в шее. Что это может быть? Это, как правило, взаимодействие суставных поверхностей дает хруст. И отложение солей пресловутое тоже дает хруст. При должном питании и должном старании хруст проходит. Он не сразу проходит. Несколько лет должно пройти, чтобы это все вывелось. Потому что соединительная ткань, она дольше всего копит вот эти все шлаки. Соответственно, ей нужно много времени, чтобы это все вывести. У меня тоже есть хруст. Хотя вроде как не на пенсии еще. Имеет средний безымянный пальцы на правой руке. Это чаще корешковые проявления локтевого нерва. Либо лучевого нерва. Нужно смотреть остальные по кисти и по предплечью симптомы. Все, осталось совсем мало времени. Спасибо вам за присутствие. Завершаем эфир. Если нужна будет вторая часть по позвоночнику, дайте знать. Сделаю голосовалку. Всем пока. Продолжение следует.